Наши соглашения будут, ну, как-то с тебя прикасаться, так как-то, что-то, 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 что-то. Хорошо. Скажем, что за человек, вот, с Александром, который... Я состою или работаю в одной организации, скажем, это спортивная федерация, он в него является руководителем. А что такое вот моноприятное? Просто поговори с ним, встретись и поговори. Прямо сейчас. У меня моноприятный участник говорит. Выступаешь с руководителем. Так, может, не будем менять, что-то так с удовольствием. Ну, хотелось бы это конструктивно как-то изменить. То есть, если он звонил, то ты мог с ним поговорить? Потому что это всего лишь мое отношение, мне кажется. Ну, я думаю. Хорошо. А чем конкретно он тебе не приятен? Ты будешь ему сказать? Да. Мне не нравится его отношение как к ребенку, когда он может говорить, я должен делать. Ну, а я-то... У меня свои соображения по этому. Всегда. Хорошо. А прямо сейчас можешь вот эту ситуацию, когда он говорил, как надо делать? То есть, так вот, напротив, давай его вспомнить. Да, сейчас. Я сигнал подателем. Ну, ты можешь, когда ты вспомнишь хорошо, то можешь не тянет. Это веселая ситуация. Я еще не знаю. Я сейчас выхожу. Выхожу, выхожу. Выхожу, выхожу. Я покажу? Да, да. Ну, я посмотрю. Ну, все. Да. О! О! Так что? Скажи мне. Как это выглядит? Так. Ну, я знаю как. А наоборот, как это выглядит? Давай прочти, наоборот. Как это выглядит? Аккил. но у меня например вот трудно прочесть наоборот хорошо а есть какое-то такое состояние такие люди которые совершенно спокойно так вот нейтрально можно разговаривать можно не разговаривать а сейчас поговорить с кеминистским человеком привет как дела у тебя нормально у меня тоже нет так что нет не отменить от заданной программы марина классно отвечаешь мне кажется что я просто сейчас должна отмечать с готовностью просто супер хорошо а вот тут вот твой товарищ который руководитель который всегда рассказывает как надо делать вот что что вообще ты не часто общался с кремними сегодня у нас в среднем декабря с сентября не общался с сентября а ты его часто видишь вообще но послушаться это женщина или мужчина это ребенок это ребенок вообще раз в неделю а представь себе что вот когда он за следующий раз будет я думаю что он не позволит больше ну смотрите у меня руководство я живу в другом городе я живу в этом городе там где другой город там моя семья моя родители например ну не семья родители то есть я так не бываю хочу там жить спокойно и так когда захочу не дать хорошо ну тогда давай мы сделаем так я еще раз я думаю что когда ты поедешь к родителям ты его увидишь наверное да ну да вот если захотелось случайно нужно улицу встретить и вот вы с ним встречаетесь спасибо и я же жду обратную связь какую-то и что меняется скажем ну скажем нейтральное отношение получилось нейтральное отношение скажи мне как это вот с ощущениями в теле было что ты чувствуешь сначала что ты чувствуешь кому-то ну когда в начале я сказал что это отращение когда нейтральный человек это никак вообще когда приятно это приятно все не видно да ну и сейчас получается вот и момент прямо сейчас еще это меня никакого влияния честно ну то есть и так скажи так спокойнее или нет или может еще что-нибудь сделать я думаю что на данный момент сейчас совершенно спокойно все а мне кажется класс все спасибо большое спасибо что замечали что поедет что вообще было Переводливого и сортового состояния проповедника, то есть ощущение с помощью этого преподавания. Это уже называется, а мы уже знаем слово «явка». Что в итоге произошло? Замечали погибники. По чём ещё, кстати, замечали? Интонация. По положению плечи. Да, да, да. Классно. Ещё что замечали? Проверка калибровок. Дыхание. Дыхание вокруг. Спокойнее стало. Что такое спокойнее? Мы не понимаем слово «спокойнее». Сенсорно. Ритмично. Ритмично, да, классно. Когда первый раз он с кулами так поигрывал и наспирал человека так… И совершенно точно левый угол в рта так задирался сразу и… То есть изменялись калибровки. Классно, молодцы, замечали. Что произошло? Как Вы считаете, у нас было… Вы увидели, да? Два стимула. Один стимул негативный и один стимул позитивный. Вы видели, я сначала взяла нейтральный стимул, да? И потом решила, что, наверное, этого не хватит. Просто действительно, по ходу решила, что этого будет недостаточно. Для чего? Для того, чтобы… Совершенно верно. Вот это явление называется… Коллапс. Коллапс. Коллапс ядерей. У нас есть один стимул с плюсом, другой с минусом. И по законам физики, плюс с минусом, если они приблизительно равны, приводит к чему? К обдулению в таком состоянии. И Анатолий это озвучил совершенно точно. Ну, какое-то стало такое… Нейтральное. Вот это суть коллапса ядерей. Почему это так работает? Потому что у нас в голове, как правило, не может существовать двух доминантов. Это Иван Петрович выяснил. То есть доминанта у нас в мозге может быть только одна. И если возникают две равные по силе, то они просто схлопываются. И получается вот такая штука. Человек обнуляется в своём ощущении, в своём переживании этой эмоции. Во всяком случае, даже если не обнуляется, то вот эта верхушка, она совершенно точно срезается эмоцией. И получается более ровное состояние. Если следующее обстречество вызывает предыдущее состояние… То… 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 Что это означает? А что это такое? Да. Классно вопрос. Совершенно верно, что этот стимул с человеком совершенно точно является сильнее, чем какой-то стимул позитивный. Соответственно, нам нужно найти ещё более сильный, позитивный стимул. Вот и всё. Спасибо за вопрос. Это был правильный вопрос. Как быть в случае, если с первого раза, допустим, не сработает? Очень просто ещё раз поставить очередной коллапс. Да. Вопрос. Так же можно представить самому себя, получается. Да? В любой ситуации, на любой эмоции. И потом я даже самостоятельно использую. Хороший вопрос. Да. На самом деле, да. На самом деле, да. Всякий раз, когда мы встречаемся на более поздних ступенях, я задаю вопрос. Ребята, у всех есть позитивный якорь? Свой, собственный? Якорьный ресурс. У всех есть. Какой? Обычно да. Обычно уже к девятой ступени, не до чего, к девятой, уже к шестой. Да. Все действительно, все знают, какой ресурсный якорь. К шестой уже. А всегда уже к шестой. К третьей уже? К третьей уже есть курс. После второй. У всех есть позитивные якорь. Они есть у вас и сейчас. Просто вы можете, мы будем об этом говорить сегодня, еще как-то, или, извините, этот якорь, передать якорь друг другу вы сможете. Мы будем говорить о передаче якори. Но вот сейчас мы с вами обсудили, что такое коллапс якори. Понятно, как это делается? Давайте еще раз по технике. Сначала я ответил в какую ситуацию? Негативную занятую. Или сделали что после этого? Разбивку. После этого? Позитивную. Лучше брать позитивную, да. Потому что нейтральная может не перевесить. Тогда негатив может перевесить. Поэтому лучше взять активную, со знаком плюс. Если хотите, возьмите с захростом, с хорошим, каким-то плюсом. Плохо. И после этого, что делаем? Воспроизводим два якоря одновременно. Вы видели, да, как оно делалось? Сначала. Негативный. Чуть раньше. Чуть раньше. Негативный для чего? Чтобы напомнить состояние. Чтобы было понятно о чем, да? А потом позитивный. И после этого первым убираем. Негативный убираем. Негативный убираем. Позитивный оставляем. Даем прожить еще немножко. Убираем. После этого убираем. И что самое главное? Убираем. Убираем.